Вы смотрите информационный выпуск Вести Хакасия в студии Татьяна Донцова. Здравствуйте! И вначале коротко о главном. Выборы, идущие на рекорд. Такого количества бюллетеней в республике еще не печатали. Уникальное киберпреступление. Компьютершик из Абакана украл у банка 8,5 миллионов рублей. Уголок романтики среди городской суеты. В Абакане сегодня открылся новый мини-сквер. Вопиющий случай в Черногорске. Больше суток на одной из улиц пролежала 70-летняя женщина. Самостоятельно передвигаться она не могла. Отказали ноги. Но скорая помощь забирать ее не торопилась. Не реагировала и полиция. В чем причина бездействия оперативных служб и благодаря кому пенсионерка до сих пор жива, выясняли наши корреспонденты. Обездвиженная Лидия Абдукаева уже вторые сутки лежит под забором. По словам опознавшей ее хозяйки дома, пенсионерка бездомная. Документы потеряны. Последние годы Лидия скиталась по поселку. Время от времени кому-то помогала по хозяйству. За это получала еду и временный кров. Накануне утром ее обнаружили местные жители. Вероятнее всего у женщины инсульт. Я говорю, что несколько раз она у меня спала. Ну и все. А больше ничего. А первого часа как ушла, и на этом все. Люди вызвали скорую. Приехавшая бригада осмотрела больную, померила давление и уехала. По словам врачей, женщина просто пьяна и медицинская помощь ей не требуется. Соседкам пришлось взять уход за тяжело больной на себя. Перетащить ее в дом никто не отважился. Полиция приехать отказалась. Ну пусть она бомжика, но она же тоже человек. Сегодня утром жители товарной вызвали скорую еще раз. Но и это не дало результатов. Не приехали медики и после нашего звонка. То есть вы сюда больше не подъезжаете? Да, мы сюда больше не подъезжаем. Горздрава в Черногорске больше нет. Поэтому за помощью нам пришлось обратиться в отдел соцзащиты. Здесь не остались равнодушны. Женщина уже попадала в их поле зрения. Два года назад бродяжка несколько раз получала горячие обеды. Но потом снова исчезла. За последние два дня ни от скорой, ни от жителей улицы сигналов о бездомной не поступало. Паспорт сначала делать, пенсию делать. Ну не в таком же виде это жить. Из разговора с Лидией Абдукаевой специалисты выяснили. Ее случай не безнадежен. Есть возможность восстановить паспорт, подать документы на выплату социальной пенсии. И затем определить в дом престарелых. Вот только для этого требуется время. А крыша над головой. Женщине нужна уже сейчас. Будем сегодня работать с нашими медицинскими учреждениями для того, чтобы попытаемся, во всяком случае, положить ее в больницу для оказания ей медицинской помощи. И параллельно будем заниматься ею по социальной помощи. В управлении соцподдержки пообещали, что не оставят Лидию Абдукаеву умирать под открытым небом. Из спецфонда принесут теплые вещи и сделают все возможное, чтобы уже сегодня она получила пищу, теплую постель и должный врачебный уход. Наталья Чудина, Сергей Казмин, Вести Хакасия. Когда материал готовился к эфиру, нам стало известно, что женщину все-таки забрали в больницу. Специалисты управления соцподдержки населения Черногорска заверили, бездомную пенсионерку они взяли под опеку. В течение месяца ей восстановят паспорт и затем займутся устройством в дом ветеранов. История со смертью молодого человека возле киноцентра «Наутилус» сегодня получила продолжение. Родителей умершего Артема Карлышева пригласили в дом правительства. С мамой погибшего парня встретился глава республики Виктор Зимин, который решил лично прояснить ситуацию. Напомним, трагедия произошла ночью 26 мая. Молодой человек был избит группой людей, среди которых, по слухам, были дети высокопоставленных чиновников и силовиков. А причиной смерти же, согласно заключению эксперта, стала сердечная недостаточность. Именно это близкие Артема Карлышева и поставили под сомнение. Хотя бы потому, что парень был кандидатом в мастера спорта. Возмущены родственники и первоначальным отказом в возбуждении уголовного дела по статьям убийства и причинения смерти по неосторожности. Обо всем этом мать погибшего рассказала главе республики. Очень даже появилась надежда. Виктор Михайлович все возьмет под контроль. Он сейчас передал. Все вызовет. Всех силовиков все вызовет. И все это будет уже сделано. Выборы в Хакасии могут попасть в Книгу рекордов России. В нашей республике в один день проведут голосование по всем уровням власти. Такой сложной процедуры ранее не было ни в одном регионе страны. До нее остается всего два месяца. Между тем есть еще много нерешенных вопросов. Их сегодня обсудили на внеочередном заседании правительства Хакасии. В сентябре Хакасия пройдет самую сложную выборную процедуру в России. Впервые избиратели проголосуют за кандидатов по всем уровням власти. В том числе выберут главу региона, депутатов Верховного совета, руководителей муниципальных образований. Масштабность выборов накладывает и ответственность. Пройти их без нарушений и сбоев. Я не для того принимал решение идти на прямые выборы, чтобы завтра нас обвинили из-за какой-то ретивости где-то на местах. Ну, наверное, ни в добросовестном голосовании, ни в подсчете голосов. Не надо этого делать. Пресекайте. Заниматься только убеждением, а не принуждением голосованию. Уже определены кандидаты на пост главы республики, а 8 июля прием заявок закончится и для претендентов на депутатские кресла. Сегодня избирком проверяет подноготную на каждого кандидата. Запросы направляются в миграционную службу, направляются в МВД. В частности, МВД показывает сведения, судим ли был этот кандидат за тяжкие, особо тяжкие преступления, находится ли он под судом, есть у него неснятая, непогашенная судимость. Если этого нет, значит препятствий никаких кандидатов в регистрации и в его избрании нет. Готовят избирательные участки. На них, как и в прошлые годы, установят веб-камеры. А вот проголосовать электронно в этот раз у жителей Хакасии не получится, заявили в избиркоме. Списки кандидатов, а они достаточно большие, нереально разместить на экране. К примеру, только абаканцы в единый день голосования получат на руки сразу по шесть бюллетеней. Для столь колоссального объема бумаги разместят даже дополнительные урны. Шестой человек проголосуют раньше. Это жители отдаленных и труднодоступных поселений Хакасии. Остальные сделают свой выбор 8 сентября. Наталья Гормашова, Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия. В Сорске задержан мужчина, подозреваемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетних детей. В дежурную часть позвонили люди, услышавшие крик ребенка в одной из квартир в многоэтажке. Полицейские немедленно выехали на место и перекрыли все пути возможного отступления. Установлено, что 12-летняя девочка была знакома с задержанным. Накануне она пришла к нему в гости со своим сверстником. Когда 25-летний мужчина начал принуждать подростков к просмотру порнографических фильмов, заставлял снимать одежду и употреблять спиртные напитки, мальчику удалось вырваться и закричать. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Детям оказывается психологическая помощь. Более 8 миллионов рублей украл у одного из банков республики его же сотрудник. Системному администратору удалось наладить схему похищения денег, которую, как говорят следователи, раньше они ни разу не встречали. Мошенник имел доступ ко всем системам банка и при переводах средств приписывал определенную сумму себе. Подробности выяснял Константин Кравцов. Первыми неладное заподозрили сами банкиры. При подсчете собственных средств фирмы специалисты недосчитались внушительной суммы денег. Проверка показала, куда же утекали средства, знает местный системный администратор. 40-летний мужчина, который отработал здесь десяток лет, наладил схему, с помощью которой сам себе начислял деньги. При том, не один год. Таким образом, похищал денежные средства на протяжении полутора лет. Начиная с 3 августа 2011 года и заканчивая 10 декабря 2012 года. В общей сложности ему удалось похитить 8 миллионов 495 тысяч 497 рублей. Впрочем, банк заверил полицейских. Украденные деньги принадлежали ему, а не вкладчикам. Поэтому пострадавших среди клиентов нет. Добычу мужчина смело тратил на себя. Например, купил квартиру и дорогую иномарку. Следователи отмечают, обвести вокруг пальца руководство ему удалось благодаря профессионализму. Считается одним из лучших компьютерщиков Хакасии. На стадии проведения служебного расследования в самом банке он пояснял, что якобы совершал это для того, чтобы удостовериться в слабых местах той банковской системы, которая имеется в настоящее время. Несмотря на размах преступления, мужчина лишь под подпиской. Однако дело раскрыто и передано в суд. Подозреваемый в мошенничестве уже вернул банку полтора миллиона. У него изъята машина и квартира. Впрочем, несмотря на это, мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Константин Кравцов, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Сразу несколько павильонов на китайском рынке Абакана сегодня ночью пострадали от огня. По предварительной версии, возгорание не случайно. Предположительно, очаг находился в Блинной. Отсюда пламя перекинулось на соседний вещевой ларек и фруктовую лавку. Общая площадь пожара 60 квадратных метров. Несмотря на то, что огнеборцы прибыли в считанные минуты, спасти имущество не удалось. Сами предприниматели говорят, что на видео с камер наблюдения видно, как два мужчины пытаются поджечь блинную. Безуспешно. Затем они уезжают, но спустя полчаса возвращаются с канистрой горючей смеси. Все материалы сейчас изучают следователи. А торговцы, между тем, уже подсчитали ущерб. Около полутора миллионов рублей. Товар не был застрахован. Стоит отметить, что прежде подобных случаев на рынке не было. А сейчас наша пятничная рубрика «Парламентский дневник». На прошлой неделе в Хакасии прошла последняя сессия Верховного Совета пятого созыва. Однако на этом работа депутатов не закончилась. К примеру, сегодня парламентарии обсуждают несколько важных проектов. В том числе корректируют правила для многодетных семей, которые могут рассчитывать на земельный участок. Одно из условий прежнего закона – на момент получения участка дети в семье должны быть младше 18 лет. В итоге, к тому времени, когда очередь подходит, в некоторых семьях старшие дети достигают совершеннолетнего возраста и по правилам не могут участвовать в программе. Такие ограничения депутаты посчитали лишним. Чтобы было распространено право получать земельный участок тем семьям, которые многодетными считались в момент постановки на очередь, а не тогда, когда мы же мгновенно эти участки не выделяем, это же очередь, понятно, это и год, и два. И вот чтобы эти люди не потеряли такое право, мы подготовили втроем такой законопроект, который, надеемся, будет на ближайшей сессии, ну теперь уже в сентябре, принят. Хакасия просит у Центра дополнительных средств на покупку жилья сиротам. Обращение в адрес Дмитрия Медведева сегодня готовят в Верховном Совете Республики. Проблему нехватки жилья наш регион особенно почувствовал после выхода федерального закона, когда в списки стали включать и тех сирот, кто в свое время не получил квартиры. В результате очередь значительно подскочила, бюджет же Хакасии по-прежнему ограничен. Проще говоря, сейчас приток идет примерно 450, скажем, таких граждан, а мы приобретаем квартиру примерно 150. И темп нарастает. Мы очень аргументированно проанализировали последний период и подготовили обращение правительству России с просьбой о пересмотре, вот как было с детскими садами, выделение больших средств Республики Хакасия для этих целей. Разрабатывать и обсуждать новые законы депутаты будут все лето, покинут же свои посты лишь с избранием нового состава. Приемников предстоит выбрать жителям Хакасии этой осенью в единый день голосования, который пройдет 8 сентября. Впрочем, большая часть действующих депутатов намерена бороться за места в парламенте. На этой неделе, 3 июля, Хакасия отметила свой день рождения в 1991 году. Тогда еще Хакасская автономная область в этот день получила статус Республики. Затем вышла из состава Красноярского края. А уже через год Верховный совет Хакасии принял законы и официально объявил 3 июля праздничным днем. Больше 20 лет наша Республика самостоятельный регион России. За эти годы парламент Хакасии принял тысячи региональных законов. А сама Республика укрепила свои позиции как в экономическом, так и в политическом плане. Наша территория, наша Республика стала обладать значительно большими возможностями. Проще говоря, если бы мы оставались в любом статусе автономной, как там ее не называли, периферии Красноярского края, все бы всегда было несколько во вторую очередь и по остаточному принципу. Когда Республика Хакасия стала независимым, полноправным субъектом Российской Федерации, это добавились возможности, возможности более быстрого развития, возможности сохранения этнокультурной особости нашего хакасского народа и всех людей, национальностей, которые проживают на территории Хакасии. В свой 22-й день рождения Хакасия встретила народными гуляниями на Первомайской площади возле Дома правительства. Несмотря на то, что празднование Дня Республики выпало на середину рабочей недели, на праздник пришли тысячи людей. На главной сцене выступили творческие коллективы из всех муниципальных образований, а также республиканские исполнители и гости из Красноярского края. Специально же для детей организовали бесплатные аттракционы. Такими событиями отметилась прошедшая парламентская неделя. Кстати, за новостями Руховного совета о Хакасии сегодня можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который сейчас вы видите на экране. Всего доброго! Сегодня в Абакане появился свой маленький принц. На перекрестке улиц Кати Перекрещенко и Дружбы народов открыли новый мини-сквер. Его главным украшением стала скульптура мальчика, сидящего на планете. На создание скульптуры архитекторов города вдохновило знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзупери «Маленький принц». Воплотить идею в жизнь доверили красноярскому скульптору Андрею Мурзину. Художник остался верен традициям. Примерно так же «Маленького принца» изображал сам Экзупери в иллюстрациях своей знаменитой сказки. Произведение было переведено на более чем 180 языков и диалектов мира. Практически вся книга разобрана на цитаты. Самые знаменитые увековечили в бронзе. Идея здесь очевидна. Нужно сеять среди людей доброе, мудрое, вечное. Напоминать и большим и малым о том, что все мы ответственны за состояние нашей планеты, за чистоту, за экологию. Памятник навевает мысли о добре, о романтике. Но «Маленький принц» с розой – это «Маленький принц». Открытие сквера – это только часть общей реконструкции улицы Кати Перекрещенко. Здесь поменяли дорожное покрытие, уличное освещение, сделали парковку, обновили газоны. Местным жителям есть где прогуляться и отдохнуть. Умно придумали, хорошо это все сделали. Все озеленили, красивый такой памятник. Планету действительно надо беречь. А у нас люди не понимают многого. У нас тут до открытия были всякие киоски стояли с цветами, там еще какие-то разные цветы стояли, грязь такая. А сейчас смотрите, какая красота. Это очень хорошо. Это очень хорошо. «Маленький принц» – далеко не первая скульптура, которую городские власти торжественно открыли в этом сезоне. На этой неделе памятник «Гранит науки» появился у корпуса ХТИ. А месяцем ранее скульптурную композицию «Музыка и дети» презентовали возле нового концертного зала детской музыкальной школы. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. На этом наш выпуск завершен. Напомню, завтра мы продолжим вещание. В 10.05 смотрите проект «Большие деньги». А в 10 часов 45 минут в эфир выйдет передача о культуре Хакасии. Не пропустите. Я на этом с вами прощаюсь. Хорошего отдыха и удачи. До встречи на канале «Россия». До встречи на канале «Россия».